МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На живописном берегу своенравной речки Тампо стоит небольшой овенский поселок Тополиное. Здесь живут потомственные оленеводы, для которых вся жизнь связана с северным оленем. О нем поют песни, слагают стихи, связывают свои надежды и чаяния. В эпоху рассвета легендарного оленеводческого совхоза Тампонский здесь на просторах Тампонской тайге и гор бы пасали более 20 тысяч оленей. Точные олени-стада кочевали по своим маршрутам, управляемые опытными оленеводами. Профессия оленевода была тогда самой главной и уважаемой. Настались мутные и трудные времена 90-х, когда устоявшаяся налаженная жизнь рухнула практически в одночасье. И этот период был пережить нами. Надо было приспосабливаться к новым реалиям и требованиям жизни. Совхоз был реорганизован в сельскохозяйственный кооператив «Фактор Ютампо», что в итоге помогло сохранить рабочие места и, несмотря на довольно большую потерю поголовья, начать работу над сохранением и приумножением оленей, стабилизацией ситуации в целом и поисками новых идей и методов работы. Олень 9, Олень 9, ждем вашего звонка. Дорогой Григорьевич, первая сяга со мной, Григорий Витебинович, нас двое, свой голос прием, два голоса. Да, Тарабукина Анатолия Лазаревич, пожелание Анатолия Лазаревич, чтобы он работал на благо, это штука повторяется в пол. Да, материально-техническую базу, да, оленеводов, чтобы он душой стоял. А с нашей стороны оленеводов требуется увеличение поголовья оленей. И нам надо заняться рекламированием, обмен хоралий другими районами, чтобы репорт был здоровый, крепкий, и рожданность будет хорошая, и здоровье поднимется. Ну и всем желаю здоровья, счастья, семейного благополучия, подъектива. И всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо, Виктор Григорьевич. Спасибо, Виктор Григорьевич. Ваши предложения приняты в работе. Будем думать. Вот такие пожелания со стаду уже звонят. Очень даже интересно. Это значит, нас слушают, слушают и свои пожелания. Вот прямо так по телефону вырвают. В этом году у нас по показателям, по оленеводству план мы выполнили в сравнении с прошлым годом. Чуть в этом году на плюс пошли хозяйства. И то, ну, вот, как сказать, планов в будущем очень много, ну, вот, в связи, как его, вот, у нас вот собрание идет, и как раз ровно будет у нас этот, как его, выбраковка будет, вот, наш отзабойного пункта идет у нас работы, и плюс еще мы там по хозяйству, ну, в первую очередь, само собой, это стоит увлечение по голове оленей, и в этом году не так уж будет, ну, выбраковка все равно будет, и в будущем плане у нас стоит отмен с этими, как его, с другими хозяйствами, отмен по племенной работе будет. Ну, в будущем, как сказать, да, у нас план работы, ну, увлечение стоит, также по голове, и, само собой, зубой мяса будет, ну, когда увлечение по голове. Ну, я хотел бы лично, вот, каждому оленеводу, каждому стаду, чтобы, вот, все стада, вот, чтобы побольше оленей было у них, и они жили достойно, вот, каждой семье, вот, поселок. У меня сели задачи, вот, 50 работников у меня, и, вот, каждые, вот, поселки, семьи жили, ну, по-человечески, и все у них было, что ли. Ну, и, само собой, работа-то идет, они, оленеводы, все, можно сказать, свою работу знают, они сейчас будут работать на увлечение по голове, и выполнение плана по Министерству сельскому хозяйству, это тоже, в первую очередь, стоит. Мы будем тоже участвовать на этих, как и, программах, Министерство сельского хозяйства, да, государству много программ дают, поддержка нам, мы должны в будущем тоже в них включаться и участвовать в этих конкурсах, везде программ сельского хозяйства. Фактически до них невозможно доехать, но если будут эти программы работать, это было бы хорошо, это были бы дополнительные деньги для наших оленеводов. Поэтому, если какие-то у нас программы по Министерству появляются, Аяло Афанасьев всегда на связи, всегда он сообщает, и мы стараемся работать. Работать. Скажите, а не сложно с женой, с маленькими детьми кочевать, работать? Ну так, уже привыкли они, постоянно с детства, с рождения, дети постоянно со мной. Ну вот так, сейчас со школы эти берем, эти задания детей, и возьмем их. Как кочевая школа, да? Жена сама учит. Василий, скажите, а кто вас учил оленеводству? Мои родители. Родители меня учили. Так и продолжаю. То есть с детства? Ну и с детства тоже так же. С родителями был, в оленеводстве работал, и так и остался. Теперь со своей семьей продляет традиции. А скажите, не хотелось уйти со стадо и чем-то другим заняться, там водителем стать, или каким-нибудь другим заняться? Нет, я-то в оленеводстве уже привык. Дети у меня тоже привыкли, семья тоже привыкла в оленеводстве. Постоянно в оленеводстве. Как часто в поселок приезжаете? Ну так, редко приедешь, чтобы детей посмотреть, потом, чтобы дети поучились, чтобы тоже не отставали от этого, от своей программы в школе. Дальше учиться там. А вы бы хотели, чтобы ваши дети, сын, допустим, стал оленеводом и так же жил в Тольге? Ну, у меня так и охота, конечно, но все равно тоже там охота же, вдруг куда-нибудь, например, в город поедет, тоже охота, кем-нибудь стал таким. Хоть мои дети, кто-нибудь был там, где-нибудь. специалистов. Ну, кто-нибудь. Кто-нибудь видел, да? Вот, если совсем оленей не станет, как нам жить-то дальше? Вот нам жить трудно будет, надо их поднимать, чтобы мне не пропало от хозяйства. А в основном, какие проблемы вы испытываете в Тольге? У нас проблемы-то в чем? Вывозка детей, так, куда, в школу, например, вот в отеле, например, оленей, истреблять надо волков, ну, хищников. Проблема, чего еще такого? А в целом вас устраивает то, что и продукт у вас есть, да? Есть. Нормально все. Все есть. А материально-техническая база хорошая. Угу. То есть, интернет-инвесел есть у вас? Нет интернет. Какой интернет? У нас только спутниковая связь, и вон такая связь. Рад все. Вы счастливый человек? Да. Счастливый человек? Ну, я вроде нормальный такой. Стараюсь. Самое главное, что жена рядом, да? Ну, самое главное, семья рядом. Угу. Что еще, нам еще, что надо еще. Оленеводы. Там в лесу все. И постоянно охота тоже к жене сюда, в поселок. Ну, у меня жена сейчас, пока дети маленькие. Мужу пока сюда ездить, в школе учиться. А так, пришел, а дома горячий чай. Всегда есть палатка. Ну, тепло. Тепло, уютно. Больше ничего не надо. Ну, больше ничего не надо, вольниваться. Хлеб кушает? Да. Любят хлеб, да? Ага. Я своих учек вот так приучу, чтобы хлеб ездил. Так, конечно, хорошо. Да, корнишь. Сами приходят, за ними не надо гоняться, арканами бегать, уже возраст не тот. А так взял, хлеб показал, и все. И вот тебе, оленя, вусики запрел, и поехал. А кровь когда меняли последний раз? Ну, горл даны. Давно. Давно это было. А какие? А имиконские хорошие олени, да, сильные? С ними бы, да, поменяться, поближе к которым? Ну, поближе, по трассе, с имиконцами надо. Первые стадо, где там Баишев, Васильев. Тоже первые стадо, тоже Баишев, да? Ну, им надо быть, родня же мы, надо быть, с ним поговорить. С бычками отменяться, да? И бычками можно, и вазанкой. А что ж? А это молодых, молодыми, да? Да, молодыми. Чтобы не вернулись. Корма много здесь, да? Да, корма достаточно. Достаточно, хорошо. Да. Но она определенная же корма. Летнее время отдельная, зимняя отдельная, осень, весенний. Ну, вот по этому маршруту они идут или... Ага. Зелени много, да? Да, зелени много хватает. А, хорошо. У вас у него вообще золотой корень, луба. Вот они копают же, вот когда, когда перед холодом, начинает копать корни. Вот они сами себе витамины. Да. Вот когда олени корни копают, вообще мясо другое. Вкусные. Вообще. Деликатес. Министерством сельскохозяйства, правительством республики Саха-Якутия оказывается поддержка постоянная, конечно, для оленеводов наших. И мы, как господдержка, если сравнить с прошлым годом, в этом году существенно увеличена. Это у нас на развитие оленеводства где-то около более миллиарда предусмотрено средства из бюджета республики Саха-Якутия, оригинального бюджета. Поэтому господдержка оказывается постоянно и увеличивается. Поддерживаем наших оленеводов. У нас господдержка является как в виде субсидий предоставляется. Это заявительный характер. Поэтому у нас по направлениям в этом году планируется строительство изгородей, коралей, маршрутных домиков для оленеводов. приобретение техники, приобретение вездеходной техники и передвижных домиков. Поэтому мы обсудили. Вчера участвовал я в годовом собрании членов КАЭП и поставленных задачей в этом году. Намечены цели, направления. Поэтому СПК фактория должен участвовать в этом году. в конкурсах наших по направлениям коралей изгороди будет строить изгороди для оленей. Поэтому с руководством СПК там обсуждены вопросы, приоритеты, цели и задачи поставлены. вы как молодой руководитель наверное понимаете, что нельзя по старинке сейчас уже жить и поэтому какие-то новые инновационные подходы надо учиться новым инновационным подходам, чтобы отвечать достойно на все вызовы, которые у нас отношения с промышленниками и экологическое наше состояние и социальные вопросы очень много для оленеводов сегодня стоят. Сейчас по направлениям для инноваций как раз с этого года у нас через Министерство Арктики и по развитию Арктики предусмотрена тоже господдержка и там есть направление квадрокоптеров, беспилотников будем внедрять вот эти оленеводства использовать новые технологии руководством нужны участвовать в этом согласно нашим порядком предложения для участия конкурсов заявительный характер должны предоставить документы соответствующие и могут участвовать принять то есть бесплатные имя ну это возмещение части затрат у нас ну существенно почти 95% мы от фактических затрат возмещаем кадры вопрос у нас остро стоит именно участие в оленеводстве поэтому программы новые реализуются для привлечения кадров создание материально-технической базы развития ведется работа работа да с утра раннего утра запрягаем запрягаем своих ездовых оленей как обучаете обучаем убираем специально оленей вот высоких груди чтобы большие были широкие спина холка была чтобы побольше седлась передняя часть у оленя самая сильная лопатка передняя поэтому у лошадей обычно задержим а у нас на холке прямо на нем сидим и так ездим верхом вот как на велосипеде едешь вот так же себя и держишь свободно главное свободно чтобы было и все тогда и чувствовать надо оленя конечно ты уже привык с малых с раннего детства все оленя у нас хорошие учит на хоть куда на горы хорошо лезут самое главное у нас чтобы на горы хорошо лезли горы же постоянно горы по горам ездят поэтому надо обучать их чтобы они куда направил туда и шли не устал не хочется в квартире теплые посидеть ну пока нет но надо же работать все-таки у меня дети внуки четыре внука так что три зятя так что надо работать для них поэтому оленей держим частных тоже вместе с общин у нас тут всего 1200 поголовья самое крупное стадо спк фактория там стараемся держать мы же первые должны везде первым быть поэтому стараемся так работать и на скачках тоже стараемся в лидерах быть при живых местах все на сегодняшний день с министерством прорабатывается вопрос создание организации но другой формы не не коммерческой а кооператива это как мы видим тут сейчас чтобы хозяйство сами инициировали это создание предприятия такого кооперации снизу можно сказать создать такой предприятий с целью консолидировать да скооперировать все и с целью чтобы предприятие работало конкретно для снабжения снабжения оленеводческих хозяйств потом реализации продукции оленевоз чтобы они конкретно участвовали в этом процессе избирали сами руководители там устанавливали там сами какие планы планировали все сами ну а со стороны республики все равно будет оказана помощь потому что по закону кооперации государства обязаны помогать таким организациям я считаю что самые тяжелые работы у оленеводов самые сложные мы же горно-таежной зоне находимся вот у нас тут верхоянские хребты полюс холода все равно задевает нас вот вокруг верхоянских хребтов все равно холм минус 68 достигает у нас поэтому смотришь солнце заходит все все колом стоит приезжаешь вот холодную палатку надо разогреть печку и всю жизнь я оказывает прожил в палатке как школу закончил в 81-м году и вот оказывается всю жизнь в палатке вот так и живем надо уже менять наверное а что надо чтобы ну надо условия труда лучше создать у нас условия труда нет все в палатке ничего нет не помыться ничего в зимнее время ну ладно летнее время все в палатке может а в зимнее время вот сейчас еще с возрастом тяжело ну здоровье это плохо так что надо менять быт избушки строить в первую очередь оленеводы хотя на первое время зимней зимой чтобы было хорошо бани гаражи гараж чтобы легче было условий труда нет ничего сами все создаем себе все на себе все и лед и дрова надо в зимнее время приготовить себе пищу оленей собрать вот когда волки разгонят вообще тяжело бывает не знаешь за кем или за волком гнаться или же оленей соберешь ну ладно погонишь постреляю чтобы он ушел оленей соберешь и потом уже смотришь где он там поймал травешь тяжело именно на таких людях настоящих патриотах и тружениках таких как Вениамин Григорьевич Баишев и держится мир оленных людей отратно что наше правительство прилагает все усилия для того чтобы улучшить жизнь и быт оленеводов ведь только совместными усилиями и общим желанием преломить ситуацию мы сможем сохранить бесценный дар наших предков северного оленя украшения тундры и тайги надежду и отраду всех коренных малочисленных народов севера и отраду Субтитры создавал DimaTorzok